Кристина Перфилова водит экскурсии по Самаре уже седьмой год. О городских тайнах и достопримечательностях может рассказывать путешественникам часами. Но чтобы работать во время Чемпионата мира по футболу, Кристина должна сдать экзамен по профпригодности и успеть получить аккредитацию до конца марта 2018 года. Тестовая экскурсия проходит по самой большой площади Европы – площади Куйбышева. Наш город такой удивительный, что ни сказать и ни рассказать о нем невозможно. Немногие знают, что каждый объект – это настоящая жемчужина. И вот такое самарское архитектурное ожерелье собирает каждое здание. Когда-то еще Пастернак говорил, что Самара – маленький кусочек Москвы, выхваченный и пересаженный на Волжский берег. Чтобы работать экскурсоводом на Чемпионате мира по футболу, гиды проходили двухгодичные курсы повышения квалификации. Они не только знают историю Самары, но еще и физически подкованы. Пешеходный маршрут достаточно интересный, интенсивный и требует определенных физических навыков. Неоднократное прохождение радиальных маршрутов, неоднократная тренировка, неоднократный осмотр тех или иных объектов показа и рассказа – он свидетельствует о том, что они достаточно выносливые. Специально для Чемпионата мира по футболу разработаны пока три пешеходные кольцевые экскурсии. Все эти темы – городская архитектура, история авиапрома и, конечно, футбол. Крыльям советов 75 лет. Два таких маршрута, которые максимально позволят объединить все достопримечательности в этих экскурсиях. На маршруте представлены и театры, на маршруте представлены объекты культурного значения, представлены объекты религиозного культа. Это, по сути, знакомство с городом, для того, чтобы уже болельщики определились, когда приедут они в следующий раз, куда именно в городе они пойдут. Еще одной достопримечательностью в Самаре станет больше. 27 мая в субботу на Ленинградской 61 установят часы обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В два часа дня почетные гости, государственные и общественные деятели, футбольные функционеры и послы запустят отсчет до первого матча турнира. Такие часы уже идут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани. А в этом году их запустят и в остальных городах-организаторах чемпионата – в Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.